Проблему с обманутыми дольщиками в Ульяновской области решат к 2023 году. К этому времени, согласно первому сценарию, достроят все дома банкрота на территории региона. Второй вариант предполагает денежную компенсацию участникам долевого строительства. Сегодня в областном реестре насчитывается 29 проблемных объектов, а это свыше 3000 обманутых граждан. 10 из них мы с Константином Петровичем приняли решение, будем достаивать с помощью механизмов фонда защиты прав дольщиков. С нашей стороны софинансирование порядка 500 миллионов рублей, 20 с лишним миллиардов вкладывает в фонд. То есть всего объем вложений будет порядка 2 миллиардов. Среди тех, кому в фонде притянули руку помощи, оказались обманутые дольщики дома на Буинской. Это одна из самых крупных жилых недостроек в регионе. ЖК «Молодежность» строят с 2010 года. Вести в эксплуатацию многоэтажку должны были еще в 2014 году. Но только недавно по решению суда дом передали региональному фонду. Дело сдвинулось с мертвой точки на финишной прямой. Федеральная экспертиза. Самый важный шаг, которого мы ждали, то, что дом будет передан в наш региональный фонд защиты прав дольщиков. Этот шаг уже был сделан. Мы немного выдохнули, потому что от этого пошел отсчет. Вот те самые три года, когда уже должны получить результат. И, по идее, люди должны будут ехать в свои квартиры. Именно через региональный фонд и можно заручиться федеральной поддержкой. Стройку ЖК «Молодежный» планируют возобновить это и осенью. Изначально в доме должно было быть всего 9 этажей. После 14. Конечно, вариант 24. На 1125 квартир, 60 соток, куром на смех. Ни детских площадок, ни парковочных мест. Это еще одно беспокойство дольщиков. Переживанием инициативная группа «Обманутых граждан» поделилась с гендиректором публично-правовой компании фонда «Обманутых дольщиков» Константином Симофеевым, который специально приехал в Ульяновск. Вот вопрос благоустройства. У меня пятеро детей. Куда я их там использую? Благоустройство? Такой был проект, такой сделаем получается. Нет, просто здесь нагрузка на то, что тысячу квартир в 7 утра поедут на работу. Еще один объект, который достроят с привлечением средств в фонд – дом номер 25 на улице Роза Люксембург. Здесь насчитывается больше 800 участников долевого строительства. Из федерального бюджета на достройку объекты направят порядка 700 миллионов рублей. Регион выделит 125 миллионов. Сегодня попросили еще прокуратуру обратить особое внимание на возмещение ущерба, который данные застройщики нанесли и гражданам, и, конечно, бюджетам, потому что эти деньги должны быть возвращены. Федеральный эксперт подчеркивает, важно не допустить роста новых случаев обмана дольщиков. Сегодня в регионе 19 домов, застройщики которых на грани банкротства. Помогают таким объектам – инвесторы. Вот этим инвесторам те средства, которые они вкладывают, компенсируем за счет регионального бюджета. Если денег не хватает, то применяем механизм расчета с ними земельными участками под застройку. Таким образом достраиваются 7 жилых многоэтажек. В результате будет достроено 17 домов в Ульяновске, в микрорайонах Юго-Западном, Центральной и Волжские кварталы. По двум объектам пока вопрос открыт.